Вел заседание и задал ему тон заместитель председателя весьма представительного общественного совета. Выезжаешь из там значного участка, с хорошей мальчиком, в Дачной, в Волгой красивая, природа замечательная, бах на трассе с балка. Или там в городе Саратове, то же самое. Или, например, меня тоже вопрос интересует, опять же, если говорить о предприятиях там нефтепереработки, так и сэр, то у них есть свои технологические циклы, они наверняка имеют возможность переработки, утилизации и все остальное, потому что они все-таки вписываются в инновации технологические. А вот фермер, например, выращивает скот, выращивает скот, забивает его, то ли в Саратове, то ли в Пензе, мне все равно. Куда надевают эти кости, все остальное. В ответ неутешительной статистикой из уст заместителя председателя Комитета охраны окружающей среды и природопользования Дмитрия Соколова. На территории области около 50 миллионов тонн отходов сохраняется тенденция к их увеличению. Не устроила лишь в констатации факта депутат Александр Ландо, он посетовал, что в серьезном разговоре не участвует шеф-докладчика, министр Шопен, и предложил сменить его на неутомимую природозащитницу, эколога Ольгу Пицунову. Как бы была свалка в Маханном обраке, и несмотря на то, что Маханный обрак рефруктивирует на реальном, мы видели собственное выбросание, он засыпается мусором. В общем-то, как все осталось, как было на ближнем городе. Это у тебя горло запрещено вообще открывать вот эти. И что вообще вы собираетесь этим делать? Почему? Потому что я проведу правду, что я знаю, вот этот кармин, он разъедает вообще, вот этот тяжелый фонд, разъедает у людей внутренности. И все, так сказать, это самое, через бортовую полость, который выходит в крови, в этих самых. Это первое, дети рождаются уродами. Поэтому, если так у нас будет дальше вопросом, зачем мне так инотарий лицентр? Тогда нам надо это самое, другие учреждения создавать. Между тем, такие крупные предприятия, как завод автономных источников ТОКО, концерн Росэнергоатом, Волжская ТГК, размещают отходы, запрещенные к вывозу на свалке и полигонах ТБО, на собственных объектах длитного хранения. Однако рынок вторичных материальных ресурсов пока в зародышевом состоянии. И проблема с утилизацией отходов, особенно упаковки, картонной, алюминиевой и полиэтиленовой, не решена. Ну, а какова перспектива у Балаковского мусоросортировочного комплекса? Будет отсортирована и выдана вторичная переработка только 25% этих отходов. В рамках одного муниципального образования, это пилотный проект. В дальнейшем, в течение двух лет, с учетом модернизации этого мусоросортировочного комплекса, будет объем отборки, с учетом морологического состава, увеличен до 50%. Ну, а что думает улица на сей счет? Просто складирование отходов, это тупик. В итоге, все равно, эта экология нарушается, и все равно мусор надо по-любому перерабатывать. Мусоросжигательный завод, ведь давно, ящипри, мы его проектировали, и до сих пор его нет в Ленинском районе. У совхоза пригородный такой завод возводился, чешские специалисты уже вели монтаж оборудования. Аналогичное предприятие работает, говорили они, сам слышал, чуть ли не в центре Братиславы. У нас же его заморозили по экологическим причинам. Руины на его месте до сих пор. Необходимо утвердить областную целевую программу, активизировать деятельность по привлечению инвестиций, звучало с трибуны и с мест. А главное, правительству области и депутатам привести региональное законодательство в соответствии с требованиями дня, чтобы экономически стимулировать организации предприятия, занятые переработкой отходов. Григорий Вингурт, Олег Захаровский, Кирилл Логинов, Вести Саратов.